Об этом говорим далее. С нами на связи Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Добрый вечер студия, добрый вечер наши зрители. Иван, скажите, вот если говорить о таком определенном, понятно, что возможно неизменном для так называемого русского мироподхода, то вот чем является оккупированная территория, эти мощности разных предприятий, бизнесов, да, вот для оккупационных властей, что они так пытаются выдавить все соки из самих территорий, из тех же предприятий, но, соответственно, еще и своровать, возможно, на тех ресурсах, которые направляются туда из Кремля. В первую очередь это огромные серые зоны. Никто не контролирует, что там происходит. То есть это абсолютно правильно говорилось об отстройке. Я вспоминаю период еще до начала войны. Если наши зрители помнят, было несколько кураторов, так называемых, и вот этих самых провозношенных республик, и, собственно, политики Кремля касательно Украины. И был такой себе Сурков, а потом был Дмитрий Козак. Кстати, любопытно, что с ними, но Сурков говорят вроде как под арестом. Козак неизвестного тоже, человек, который формально отвечал за Украину, его мы не видим. Так вот, первое, что сделал Козак, когда заменил Суркова в должности этого куратора отношений с Украиной, он просто перераспределил квоты на поставку в Украину нефти, нефтепродуктов. Это самое интересное, самые большие деньги кроются там. Соответственно, происходит то же самое сейчас в Кремле. Среди вот этих, ну не самопровозглашенных, Кремлем назначенных, скажем так, руководительных республик. Их задача подписывать бумаги, которые им будут даваться. А бумаги это будет, что вот на отстройку Мариуполь. Наша цифра 14,5 миллиардов необходима для отстройки Мариуполя. Я думаю, что в России эта цифра намного больше называется. И, соответственно, приближенные к нужным людям Кремля компаниям, они вроде как занимаются именно отстройкой Мариуполя на бумаге. И в других регионах Украины, а на самом деле там ничего не происходит. Они просто пишут, что что-то где-то сделали, получают деньги и все. Также это возможность для контрабанды и для производства контрафактных товаров. Грубо говоря, вот берем даже Приднестровье. Сколько там всего сделано того, что официально нельзя делать. Государство не может заниматься производством контрафактной продукции, а в Приднестровье это делается. То же самое делается и Абхазия, и Осетия. И делалось это на территории Карабаха. А вот смотрите, действительно, очень часто даже еще называют как раз коррупцию на временно оккупированных территориях. Воскали серая зона, еще говорят, черная дыра. Ну потому что, да, ушло и куда-то пропало. Не будем говорить пермутский треугольник, но фактически где-то так оно тоже происходит. Но вместе с тем проверить не могут. Ну, Иван с вами сказал, но все же информация до Кремля может тоже определенно доноситься. Что куда-то денежки-то пропадают, куда-то рубли додеваются. Ну, как вы думаете, Кремль будет терпеть такую стратегию тех временно назначенных представителей оккупационных властей на новых захваченных территориях и там, где произошли вот эти квази-референдумы? Кремль будет это терпеть? И как долго будет это терпеть? Знаете, есть очень хороший анекдот. Вот, когда муж-бизнесмен приходит в семью, к жене говорит, знаешь, я решил заняться политикой. Жена ему говорит, ну зачем тебе это? Там же сплошная коррупция. Как ты с этим будешь бороться? Это зачем бороться? Участвовать. То же самое Кремль. Кремль участвует в этих всех схемах. Люди, приближенные к Кремлю, они как раз и являются бенефициарами всех этих процессов. Они зарабатывают на этом деньги. Вот сколько было разговоров о том, что тот же Кириенко, который вроде как курирует захваченные украины территории на данный момент в администрации Путина, вот он как раз очень даже неплохо зарабатывает на том, что он своим же людям перераспределяет контракты. То есть Кремль все прекрасно знает. Не надо думать, что для Кремля это какая-то тайна. Они очень даже участвуют в этом разделе. Иван, то есть это фактически получается, извини, что я вас перебываю, но по этой риторике, которую вы сейчас озвучиваете, получается, что это фактически, ну такой я назову бартер, да? Кремль прекрасно знает, из федерального бюджета выделяются деньги на временно оккупированные территории, но в то же время и закрывает глаза, ну потому что Кремлю необходимо, чтобы на временно оккупированных территориях были контролирующие люди, которые будут контролировать и продолжать внедрять идеологию в тех же школах и тех же детских садиках то, что сейчас и происходит на временно оккупированных территориях. Ну и фактически будет, скажем так, контролировать неукраинскость на этих территориях для того, чтобы предоставлять, я так понимаю, отчетность потом там два раза в год, раз в год, вот чтобы показать, ну вот видите, Владимир Владимирович, мы же продолжаем, приходится, Альда говорит, вот видите, мы же продолжаем вот ту риторику, которую мы вам обещали. Он говорит, хорошо, значит, вот вам еще деньги из федерального бюджета, делайте, что хотите, пару домов отстройте, как в принципе в Мариуполе, да? Отстроили же там пару домов, а то, что вокруг этих домов уже никто на это не обращает внимания. Ну получается вот такой фактически где-то бартер. Абсолютно, знаете, вот когда-то был термин путемкинские деревни, вот сейчас появился новый термин путемкинские деревни с намеком на Путина, что создается какой-то фасад красивый, что вот-вот что-то сделано, а на самом деле, если посмотреть по бумагам, то там несколько Мариуполев, возможно, уже отстроено, и определенные, приближенные, естественно, Кириенко и другим ответственным людям в Кремле деньги заработали, и, соответственно, тот же Кириенко докладывает Путину, что все хорошо, что да, там где-то какие-то на местах могут быть сложности, но в целом все прекрасно, все нас поддерживают. Ну, знаете, вот часто все вспоминают видео, когда один из предыдущих президентов Украины, Леонид Даниилович Кучма, говорил фразу «ну, це же было». Вот в России сейчас то же самое, когда огромные деньги выделялись на создание в Украине, скажем, пророссийских взглядов, эти деньги воровались, ничему не привели, но докладывали Кремле, что все нормально, все нас с тортиками будут и цветами встречать, и то, что оказалось, что так не было, ну, выводы же сделаны не были, и, соответственно, та же самая схема, вкладываются деньги, зарабатывают те, кто докладывает Путину о том, что все хорошо, а у них огромная же надежда, что это никогда не скроется, просто потому что, знаете, тут динамика событий не позволит раскрыть всю эту информацию, и я думаю, что люди, которые на этом нажились, очень даже заинтересованы в том, чтобы, кстати, Россия и проиграла в итоге эту войну, так как, да, все деньги, которые вроде как они отправили на восстановление Украины, и они, собственно, будут не под контролем России, и, соответственно, скажут, за что мы можем делать все. Ну, Иван, они же, знаете, раньше говорили, там, как там, Россия здесь там навсегда, да, там, Газманов пытался еще где-то в Херсоне организовать свои концерты, но, видать, что-то произошло. А я хотел бы вас спросить, Иван, что бы вы сказали тем людям, которые, ну, наверное, не очень красивое слово, но оно, наверное, определяет полностью, ну, как по мне, вот, позицию, которой они так или иначе ведутся или велись на какие-то обещания оккупационных властей, тех же кремлевских кураторов по поводу хоть какого-то, знаете, вот, нормального хода жизни, да, не восстановления, но, вы знаете, они же приходят, и вот Россия же пришла, и вот тут сейчас мы с вами, там, вот мы давали сальдо, который там с водителями где-то на предприятии каком-то говорил о том, что вот, смотрите, мы здесь будем упрощать, все будет хорошо, бизнес будет процветать и так далее, и так далее. Что бы вы сказали вот этим людям? Потому что, по-моему, знаете, кейс Донбасса, оккупированного Россией, да, он как-то вот показателен, что за сколько лет, а что, даже позакрывали эти шахты, которые были. Послушай, Донбасс-арена, прекрасный стадион, ни разу, ну, послушайте, это же просто, Донбасс-арена должен, знаете, как примером служить, там, где можно было, ну, я, правда, прекрасно понимаю, что чемпионат мира, ну, вряд ли там можно было проводить на территории, ну, скажем так, прокси-образования Российской Федерации, так называемый ДНР, но вместе с тем, ну, что-то же можно было, вот как стояло 8 лет, да, уже 9, и так и стоит. То есть, на самом деле, ну, не могут никаким образом использовать даже то, что есть, а уничтожают то, что было создано руками украинцев. Так, кстати, тоже любопытный момент, если мы вернемся в историю Донецка до 2014 года, вопрос о постройке метро, это был вопрос ближайшей перспективы. Что говорили самопровозглашенные, либо назначенные из Кремля власти Донецка в конце 2021 года, о том, что в ближайшие лет 30-40 Донецке метро не будет, хотя казалось в 2013 году, что вот-вот оно было. А сейчас, вот, отвечая на вопрос, что бы я сказал, мне вот любопытно. Эти люди понимают, что по бумагам каждый из них получил, там, десятки тысяч долларов. А то, что они не получили одного доллара, это означает, что те, кто являются их руководителями, их правителями, они это положили в карман, хотя они отчитываются наверх в Кремль, что каждому раздали, ну, если уж не десятки, то пару тысяч точно долларов, и все довольны, все радуются. И, как бы, эти люди, ну, я не верю, что они не догадываются о том, что вот эта политика, когда им, может быть, какую-то крошку дадут, наверх доложат о том, что там серьезные вложения были, что это происходит, и будет происходить дальше. А главное, что все обещания, что где-то как-то что-то отстроят, ну, мы видим, как это происходит, когда на бумагах все у них прекрасно, по факту ничего не делается, и не будет делаться. Там нет цели создать процветающий край. Там цель, чтобы это была серая зона, подобная тем, что уже создана Россией, которая будет использоваться сугубо для того, чтобы на бумагах там, может, все, что делалось, по факту приводило к получению денег отдельными личностями, сидящими далеко не в оккупированных территориях, а в Кремле. И они жили хорошо, а тех людях, которые находятся на оккупированных территориях, им неинтересны, и не были ранее, и неинтересны сейчас. А все заявления, что вот мы здесь надолго, мы здесь навсегда, вот Херсон, прекрасный пример. Россия объявляет Херсон своим городом, как только теряет контроль над ним, начинает отстреливать город. Не военные объекты, а остановки, пальницы. То есть это демонстрация того, что на словах они могут называть их своими людьми. На самом деле, они им абсолютно неинтересны, их жизнь для России вообще ничего не стоит. Иван, ну а скажите, мы можем... Понятно, что эти все имперские амбиции Путина, они дорого обходятся. Наверное, самой России ее, возможно, уже на себе почувствовали и граждане Российской Федерации. Да, вот чего стоит вот эта кровавая война, развязанная Россией, против нашего государства. Ну, а если вот посчитать конкретно, вот в чем это выражается. Потому что мы можем сказать о дефиците бюджета, да, Российской Федерации. Мы можем сказать о каких-то ассигнованиях, да, которые должны где-то выделяться там, на помощь тому-то или другому городу. Ну, так мы это назовем. Да, пускай. Да, на самом деле, по-другому это можно назвать, но все же. Да, вот как мы можем посчитать ту цену, которую платит каждый россиянин за вот эту войну Путина? Гломально можно сказать, что Россия лишает будущего элементарно, потому что новейшие технологии сейчас в Россию все меньше и меньше поставляются. Партнеров в России тоже уменьшается количество. Для сохранения имеющихся у России нормальных отношений с Китаем, с Индией, с Турцией, России надо давать скидки на товары, которые они продают в эти страны. Очень важно, что они продают туда не какие-то технологические товары. 75% экспорта России в Китае – это углеводороды. И вот для того, чтобы с Россией кто-то дружил, приходится за это давать скидки. К чему приводят эти скидки? Потому что Россия уже огромная дара в бюджете. Я встречал цифру до 4 триллионов рублей за первые два месяца текущего года, при том, что на весь год они планировали дефицит 2,9 триллиона. То есть мы видим, что уже выбрали эту цифру. Более того, что в российской экономике происходило в течение последнего, наверное, месяца, где-то с середины февраля, по крайней мере. Там был включен печатный станок, и по разным оценкам до 2,5 триллиона рублей было напечатано. При этом, что интересно, их напечатали для выкупа валюты на счетах, которые арестованы. То есть им эту валюту никто не продаст, но они вроде как бы специально напечатали деньги, чтобы их выкупить. По сути, это означает, что на ровном месте появилась ничем не обеспеченная денежная масса. И вопрос, когда появление этой денежной массы, на нее будет реакция рынков и произойдет инфляция, я думаю, это вопрос текущего марта месяца, максимум апреля. И люди тогда это будут чувствовать, если цены резко взлетят вверх, так как будут понимать, что много денег и деньги обесцениваются, то, соответственно, и цены будут подняты, так как понимаешь, что это как фантики, надо же заработать, пока еще можно заработать, а потом еще постараться это перевести в другие валюты. То есть это то, как будут люди ощущать, и причем это не какая-то дальняя перспектива, это перспектива месяца 2-3. Им же Иван не расскажет, что это все из-за того, что Российская Федерация ведет агрессивную войну против... Проклятый Запад, поздний стоит. То есть будет совсем другая история, да, и поэтому, как бы, как это повлияет там на умы относительно военных действий Российской Федерации против Украины, да, я думаю, что, ну, возможно, как-то и повлияет, но разбираться в том, каковы истинные причины такой ситуации, наверное, мало кто захочет, мне так кажется. Я понимаю прекрасно, что есть и объективные причины, которые связаны там с ситуацией в той же мировой экономике, но исходя из того, что Российская Федерация уже какой месяц и какой год даже находится, да, потому что напоминаем нашим зрителям, что в отношении Российской Федерации санкции начали действовать не в 2022 году, а в 2014-м связаны с оккупацией Крыма, и они все время увеличивались, и пакеты эти добавлялись, добавлялись, еще будет расширяться. Ну, то есть мне кажется, что, ну, считанное количество россиян на самом деле поймет, что это связано с военными действиями, ну, и вот эти объективные причины, о которых я говорю, да, мировые, они на самом деле на Российской... Кстати, вот мировые, если мы говорим экономические процессы, они на Российскую Федерацию в связи с санкционными пакетами, в связи с определенным сегментом в вопросе изоляции, они каким-то образом тем или иным влияют сейчас на Россию, либо же, ну, скажем так, очень так посредственно? Безусловно, влияют, потому что все-таки есть мировые цены на нефть. Кстати, эти цены за последние полгода уж точно не сократились, и они сократились и на зерновые, когда заработала Черноморская зерновая инициатива, и, в принципе, и на нефть. Мы помним еще где-то мало, вот, март-апрель месяц, когда разгорались боевые действия, цена той же марки Brent была порядка 100 долларов за баррель, сейчас это чуть выше 80 долларов за баррель, то есть цена даже мировая опустилась, а российская нефть, она продается с дисконтом и уже более существенно. И вот этот даже потолок, установленный в 60 долларов за баррель, который, скорее всего, в этом месяце будет пересмотрен, там либо 55, либо 50, это мы посмотрим, но я думаю, что снизят эту стоимость. По факту Россия продает сейчас где-то, если верить Блумбергу, по 38 долларов за баррель, то есть это они уже недозарабатывают, плюс то, что мировые цены на нефть также сократились, это означает, что они теряют еще из-за мировых тенденций. Поэтому, безусловно, влияние есть, и плюс желание инвесторов вкладывать в Россию, оно же меньше, меньше и меньше. Даже самых циничных инвесторов они не вкладывают не потому, что есть санкции, а потому что они видят, что этот рынок теряет свою привлекательность, и более того, что будет с экономикой России в ближайшие годы, и вряд ли кто-то может сказать четко, просто понимая того, что это деградация полная, и деградация будет вести к тому, а вернее уже ведет, потому что люди оттуда выезжают, а выезжают не просто, а с деньгами. Вот эта цифра еще третьего квартала прошлого года, когда 26 раз ускорилось количество денег, выведенных в третьем квартале 2022 по сравнению с 2021, было больше 26 раз, что было в последнем квартале прошлого года, и первые два месяца этого пока цифр нет, но рисун предположить, что вряд ли что-то изменилось, то есть деньги убегают из России, соответственно, меньше людей, которые обладают этими деньгами, и, соответственно, платежеспособный спрос в России, он резко сокращается, там не будет продаваться недвижимость, и, соответственно, не будет строиться недвижимость, соответственно, многие рабочие не смогут заработать, то есть это влечет за собой череду экономических последствий, которые, скажем так, с большой вероятностью, как мне кажется, уже в этом году приведет к тому, что отдельные субъекты федерации просто не будут получать деньги для выплат пенсии и заклад, и период, когда не будет вот этих самых выплат, подчеркиваю, не в Москве и в Питере, а в отдельных субъектах, я думаю, это вопрос ойка в ближайшей перспективе. Иван, а что вы скажете? Вот сейчас самый большой вред, который наносится санкциями Российской Федерации, он как бы в чем? Он просто в деньгах, он в недополучении тех средств, которые ранее могла аккумулировать Российская Федерация путем продажи тех же углеводородов. Вот в чем самый большой урон, который сейчас наносится экономике, финансам в целом Российской Федерации вследствие вот этих ограничений, внедренных странами Запада? В первую очередь, как я говорил, лишает страну будущего, то есть ограничивает доставку технологических товаров. Оно может быть не сразу заметно, но вот еще в прошлом году была информация о том, что рекомендация российским пилотам минимизировать использование тормозной системы при посадке самолетов, так как ее очень сложно будет купить, заказать и, соответственно, просьба меньше давить на тормоз. Чему это приводит? Потому что уже в этом году я знаю, что было несколько аварий именно с самолетами России при посадках, просто потому как пилот не может посадить самолет без использования тормозов. Также нехватка элементарных важных товаров. Даже берем там стоматологию, информация, которая также была на неделе в средствах массовой информации о том, что нет там обезболивающих. То есть жизнь, стандарты жизни, к которым россияне привыкли, они становятся хуже. И вот здесь только как раз будет, в первую очередь, бить по городам. Это глубинка России, как жили без газа, там 38%, так и живут, и для них нормально. А вот для городского населения нет проблемы, когда приходишь к стоматологу, говорят, обезболивающего нет. То есть это просто пример. Далее автомобили, которые также уже там производятся без подушек безопасности, то есть элементарных вещей, элементарных, скажем так, составляющих комфорта, их меньше. И вот это накапливается, и вот это, собственно, и ведет к тому, что уровень жизни, который есть в России, он потихоньку падает-падает. А тут еще и недавно санкции, которые запрещают продажу телефонов дороже 300 долларов в России американских, что означает, что не будет айфонов у них официальных. А не будет официальных айфонов, ну, знаете, и обслуживания их не будет. Можно же, конечно, пиратские купить, только если нет обслуживания айфона, соответственно, программного обеспечения, то этот айфон будет как железяка, ничего более. То есть поэтому создается огромное количество таких, казалось бы, мелких вещей, которые приводят к тому, что жизнь в России, она деградирует, деградирует и деградирует. Иван, вам огромная благодарность всегда за участие в нашем эфире. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант центра внешнеполитических исследований, Национального института стратегических исследований был с нами на связи.